Безопасность жителей превыше всего. Одним из вопросов на заседании антитеррористической комиссии обсудили меры по контролю за приезжими гражданами. Мигранты работают в сфере услуг, торговли, ЖКХ. Сегодня их на территории городского округа Щелково порядка 11 тысяч. Это достаточно сложный сегмент, будем говорить, настороженности нашей. Потому что они приезжают с предельных государств, но дружественных нам, тем не менее, там мы с вами понимаем, ведется достаточно серьезная работа по вербовке их и, соответственно, формированию будущего контингента МТО. Поэтому надо просматривать за ними. Более 40 мероприятий в городском округе будут посвящены празднованию Международного женского дня и Масленицы. 6 и 10 марта в Щелкове пройдут крупнейшие из них. Готовность также обсудили на комиссии. По обеим календарным датам выпущены нормативно-правовые акты, в которых расписаны все рекомендации органам и службам. Руководителям органов администрации мы рекомендуем организовать оперативное реагирование и конкурсерство ответственных должностных пилиц. Сегодня практически на каждом предприятии есть сотрудник, отвечающий за безопасность. Профильный замглавы администрации Евгений Петеримов напомнил о необходимости совершенствования их профессиональной подготовки. Специальный класс открывается в Центре гражданской защиты. Сотрудников муниципальной сферы будут обучать бесплатно представителей коммерческих структур на платной основе. Лекции будем давать и по антитеррору, и по гражданской обороне, и чрезвычайным ситуациям, и по первичным мерам пожаротушения, и всему прочему. Будем привлекать и сотрудников федеральных служб к этим занятиям. Сегодня мобильные приложения позволяют в режиме онлайн отслеживать, когда придет нужный автобус. Между тем, оснащение пассажирского транспорта системой ГЛОНАСС – это тоже одно из важных направлений антитеррористической работы. На комиссию были вызваны представители трех компаний-перевозчиков, которые обслуживают щелковские маршруты. Основной объем перевозок осуществляет наш филиал МОСТ РАНСАВТО. По пять маршрутов обслуживают частные предприятия – ИП Агафонов и РАНТРАНС. Евгений Петеримов напомнил о трагических случаях с преднамеренными наездами на людей террористов за рулем. Чтобы этого не допустить, каждый водитель должен быть благонадежным. Автоколонна 1785 в прошлом году потратила на антитеррористическую защищенность объектов транспортной инфраструктуры более 13 миллионов рублей. Это категорирование автопарка, оснащение техники системой спутниковой навигации ГЛОНАСС и видеокамерами, тренировки сотрудников и их обучение. В 2016 году проведено 260 водителей обучения на базе учебного центра по транспортной безопасности. В 2017 году проведено 84 водителя. В этом году запланировано 26 водителей, 10 уже обучены буквально позавчера на базе учебного центра. В этом плане серьезные претензии у администрации и правоохранительных органов к компании РАНТРАНС. По словам Евгения Петеримова, хватает и жало поджителей. Перевозчику рекомендовано провести обучение водителей и организовать взаимодействие со щелковскими подразделениями ФСБ и МВД. Ирина Микеда, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».